Почти на ощупь жители Хлеборобного идут к домам после заката. В поселке с населением больше тысячи человек дороги освещают разве что окна квартир. Уличного освещения нет вообще. Я вот каждый концерт я хожу. Прихожу домой, темно уже. Все равно до 9 часов в зимний период концерты проходят. Мы идем темно, нужен свет. Мы идем с детьми темно, гололед, машины ездят. У нас пожилые люди прогуливаются частенько, ребятишки, вечером, когда какие-то тренировки в школе. Мы будем видеть и, может быть, наоборот, меньше будут шариться и пить. В отличие от многих подобных историй, планы по освещению Хлеборобного есть. Есть и проект, но, как поясняют в сельсовете, его заморозили. Сначала искали специальные умные счетчики и фонари. Нашли их только в Барнауле. А последние пару лет они готовили документацию. Контракт заключен. Договор на аренду столбов заключен. Подписаны с Россетями. Документация, большая папка лежит у меня на столе. Мы ждем реализации данного проекта. Освещение пока не проведено. Будет стоять на каждом перекрестке. Вот стоит здесь, вот следующий перекресток, там вот перекресток. В Хлеборобном установят 29 фонарей на всех перекрестках. Семь из них уже на столбах. Не подключают их, как нам пояснили в Алтай-Энерго, из-за плановых работ. А вот эти фонари, это внеплановая работа. Они нам упали внезапно. И чтобы их нам выполнить, мы должны выполнить тот месяц, который будет минимально загружен по обслуживанию капитального ремонта. Капитальный ремонт у нас все заканчивается в сентябре. И октябрь-ноябрь у нас в основном там идет техническое обслуживание. И у нас есть возможно ли будет установить фонари. В сельсовете добавляют, что скорее всего сроки сдвинут, работы начнут в августе. И скорее всего первые десяток фонарей подключат уже к осени. А к концу года, надеются жители, освещение улиц придет в весь их поселок. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком. Илья Халяпин. День с толком.